Что касается Перми, да, если говорить о том, что этот город означает для меня, помимо каких-то родных районов, улиц, где я вырос, в первую очередь для меня, конечно, это люди. Столько здесь людей, близких, знакомых. Ну, ни один город, конечно, не сравнится. Столько лет здесь прожито, столько разных ситуаций было и смешных, и не очень. Каждый проспект, каждый угол этого города о чем-то напоминает. В каждом дворе, в каждом доме какая-то ассоциация с каким-то человеком. Как говорится, это все мое родное, да, это родина моя. Мама очень много работала, и я очень часто оставался с кем-то из соседей, раньше же не было ни нянек, никого. С четырех лет я уже маму не оставлял одного дома. С мамой вырос, и рост вокруг в основном одни тетки были. Я никогда никто не ругал, может быть, потому что я вел себя нормально, но были какие-то такие вещи, за которые просто мне было стыдно. Помню какой-то момент, когда мне, видимо, стал ей уже подрастать и начал уже высказывать какие-то претензии или свои хотелки, мы начали ругаться, и она в какой-то момент даже заплакала и говорит, ты как-то ко мне подошел после очередной ссоры какой-то, подошел, так за руку взял и говоришь, ма, давай не будем с тобой ругаться никогда больше. Мне сложно понимать, когда кто-то из людей мне рассказывает о том, что не общается с мамой, там какая-то мама неправильная, или там матери говорят, что у меня ребенок там какой-то, вот, для меня это непонятно. А что касается отца, ну, нет, не помню. Дело в том, что он, там сложная история достаточно, я могу лишь сказать о том, что отец у меня чеченец, вот, и у меня много братьев и сестер, которые, кто-то и в Грозном живет, кто-то уже за границей разъехались, и в общей сложности у них на четверых 17 детей, вот, у меня 17 племянников чеченцев, и для них это, они все равно, не кто чеченец, и не может быть чеченцем Антон, и они, меня имя. Ну, я, честно говоря, сказал, вот, меня Антон зовут, будьте любезны. В других ситуациях ощущаешься от чеченца? Бывает такое, что ты прям чувствуешь, что у тебя какая-то... Ну, закипает жестко, вообще. Вот прям, да, очень сильно закипает, я борюсь с собой. Ну, элементарная ситуация, вот, я не знаю, какая-нибудь простая вообще ситуация, когда ты переходишь дорогу, тебя посигналили. Вообще не могу, все, вот, у меня, ну, надо винтик сразу выкручивать. И я когда сестре звонил, звонил там, рассказывал, я дрался, она такая, ну и че, что ты не рассказываешь, я в Чечне вырос, ты дрался, было бы плохо, если бы ты мне сказал, я не дрался никогда, я бы сказал, ты мне не брат больше вообще. А на площадке это как, рассказываете? На площадке, вот, как-то у меня, вот, я слишком порядочный был. То есть у меня столько было друзей, я парень общительный, и это мне наоборот помешало. То есть для меня, ну, стать, добиться каких-то высоких там результатов в баскетболе. Вот, потому что тут вроде знакомый, там где-то неудобно, ладно, как бы что-то... А нужно было, я сейчас понимаю, сейчас своим говорю, прям бить нужно. Вот 40 минут выходишь, ему больно должно быть. Когда мне задают вопрос, кем я себя ощущаю, русским или чеченцем, я могу сказать, что для меня это не имеет значения. То есть я родился и вырос в России, Чечня входит в состав Российской Федерации, у меня много братьев и сестер чеченцев, но я не знаю чеченского языка. Вот кто я, русский или чеченец? По чеченским понятиям я чеченец, стопроцентный вообще и никого не волнует. И дочка моя чеченка. Есть нация и национальность, это два разных понятия. Я, я русский чеченец. Так нормально будет? Изначально, когда я пришел в школу, у нас в гимназии учился. Ну и школа такая была, там изучение иностранных языков, нас очень много было. Мы три года латынь учили, обязательно была музыка минимум три года. Выбираешь сам свой инструмент и музыка. Была и ритмика, была обязательная, значит факультатив у тебя должен был быть какой-то. Я занимался в театральной студии. Получил главную роль в спектакле «Огниво», роль солдата. Помните, да, всю эту историю? Солдат возвращался с войны, денег нет. И начинался спектакль так, что я выходил на сцену с ружьем и пел «Побили мы своих врагов несметное количество». Теперь домой приказ таков, приказ его величества, но денег нет и в этом соль. Ну и, короче говоря, и потом начинается уже игра актерская. И я продолжаю играть. Ну а на уроках в физкультуре Владимир Борисович Дичков, наш физрук, давал баскетбол, он сам занимался ручным мячом в детстве. И, в принципе, плюс-минус баскетбол тоже неплохо играл. Начал заниматься баскетболом в школе, плюс ко всему этому в пятом классе подрос. Ну и стал выше всех уже в параллели. И неплохо у меня начало получаться. И тогда Борис Дичевич подошел ко мне и говорит, «Так ты, может, прям заниматься баскетболом будешь?» Я говорю, с удовольствием. И вот он тогда меня познакомил с Евгением Юрьевичем Пашковым. Это мой первый тренер. Я тогда попал сразу же в сборную области буквально через год-полтора. Мы заняли сначала второе место на чемпионате области, проиграли Краснокамску. И главный тренер Краснокамской команды Евгений Владимирович Власов на базе его команды взял на усиление меня. Там еще несколько человек. Дмитрия Самарина, кстати. Дима Самарин. Мы играли с ним за одну команду за сборную области. И в итоге дорос до кадетской сборной России. Мне было 14 лет. Евгений Юрьевич позвонил и говорит, собираешь вещи завтра утром и едешь в Закамск. Там тебя встретит Владимир Иванович Шарцев. Мы нашли, значит, Шарцева. Он говорит, ну все, иди переодевайся в раздевалку. Я открываю раздевалку. Дверь мне 14 лет. Я щегол. И вот так вот открываю. Сидит Пегушин, Шейко, Прохоренко, Илюха Серебряков, Чадов Саша, Слава Шишаков, Чержов Женя, Юрий Безукладников, Миша Дмитриев, Рома Двинянинов. Ну то есть вот такая грядка. А я только что вот был на игре, буквально недавно они играли против Майкопа. Я вообще зашел, так с краешку сел, кроссовочки свои поставил, что-то посидел. Они сидят, хохочут. Я еще даже не поздоровался, и они ничего мне не сказали, подумали. Какой-то сопляк пришел вроде. Я помню один интересный момент во время разминки. Мы остановились к стене. Ну и такая разминка, ты ногой вот так вот машешь, тянешься. И все вот так вот встали. И я встал рядом с Шишаковым. И встал, получается, и лужа. Я прям в лужу встал, а меня трясет, я не понимаю, что делать. А страшно. Думаю, отойдешь подальше, заругают. Ближе подойдешь, там Шишаков что-нибудь скажет. Я в лужу стою и вот так вот ногой машу. И Шишаков такой, ну встань подальше, что ты в лужу-то вроде. В 99-м году мы поехали, организовалась команда «Уралгрейд Юниор». Нас заявили в первую лигу. В те времена в первой лиге играл за команду «Автодор Хряп Амоня». Довелось поиграть еще против них, против молодых тогда, в те времена. И постепенно. Тогда я играл не очень много тот сезон. Но каким-то образом уже что-то начало получаться к концу сезона. Где-то уже уверенность приобрел. И со следующего года уже сезона 2000-2001. Я уже большинство игр уже выходил в старте. Также за «Уралгрейд Юниор», уже в высшей лиге мы тогда играли. А ты ходил на матчи основной команды? Уралгрейда? Да. Я тебе могу даже так сказать. Что касается матчей «Уралгрейда», я не то что не пропускал ни одного матча. В ситуации, если я был в городе, я по-любому ходил на каждую игру. При всем при этом я участвовал в организации многих моментов. Принести, унести флаги. Какие-то, я помню, первый раз тогда организовали вот этот огромный флаг. Который на представлении спускался по всем зрителям. И потом его сбрасывали сюда, как бы вниз он спускался. И вот его я и Сашка Белоусов, мы его вдвоем сворачивали. И куда-то под трибунное помещение уносили. А потом, когда появились дудки, их раздавали на входе. Вот я стоял, раздавал ко мне. Мне просто сказали, вот ящик раздаешь каждому, кто заходит. Я вставляю, отдаю, вставляю, отдаю. Предматчевое шоу. Все, полость. Все, конечно, помню. Абсолютно все. Шоу Маздуон, АХ, Вельвет. Я помню, под Ронштайн девчонки выходили. Кто лучше всех ставит за слон? Я в свое время, первый раз, по-моему, если я не ошибаюсь, я этот гимн услышал на баскетболе 3х3. Я помню, что был такой дядька в очках. Он так дергался и делал этот гимн. Да, я помню, кто лучше всех ставит за слон. Урал Грейт чемпион. Ну, это было что-то вообще. Какие-то невероятные эмоции. Раньше уже на Урал Грейт. Женщины готовились за неделю. Они бронировали все салоны красоты. Они одевали самые, на, одевали. Самые дорогие вещи, шубы. Брали шубу у своих подруг. Это было самое главное шоу в городе. Сто процентов. В крае. Может быть даже в стране. Лучше не было. Было очень круто. А ты принимал участие в праздновании, когда мы стали чемпионом? Первый раз, когда стали чемпионами, я был на выпускном в школе. И тогда не было же сотовых телефонов, то не у всех не было. Но я тогда общался там с девчонками из офиса и знал номер телефона. Я попросил тогда у кого-то из родителей телефон, чтобы позвонить в Казань и узнать, как сыграли. И мне сказали, выиграли. До слез. До слез. В праздновании мы принимали как участие, когда здесь выиграли в Перми. И я помню, мы под шумок Сергей Валентинович подошли. И такие, Сергей Валентинович, а можете там нам 300 рублей занять? У меня кто-то из помощников там был. И он такой, дай им 100 долларов. Он достал, дает нам 100 долларов. Мы стоим в смысле 100 долларов. Да ладно. Мы просто берем, ловим какую-то Волгу. Просто Волгу ловим. Садимся втроем в машину. Вот так вот шарфики эти уралгрейд были. Потом я помню эту машину, как повезли людей там. Игроков, точнее, этот какой-то огромный. Не автобус тогда, а какой-то сделали. Как тягач или что-то. Весь обвешенный. Но это было очень круто. Слушай, случилось так, что я же, мол, из Уралгрейд вообще ни одной игры не выходил, не вышел. Я играл только на выездах. Я всегда... Я там попадал, не попадал в состав. У меня всего один сезон, у меня там проблемы со здоровьем случились. Я там съездил предсезонный сбор, это несколько провел. То есть я там могу похвастаться, да, что мы там играли. Я там играл против Жальгерса, там, против литовских всяких различных команд. А так вот, нет, в Молоте не довелось, к сожалению. На выезд ездили несколько раз. Ну, в Молоте я вышел за Пермский край, уже за Парму. В 2001 году мы тренировались в 49-й школе, вот, напротив Молота. Из основной команды, как правило, спускают молодых игроков. И вот на тот момент к нам пришли на тренировку Димка Черемных, Саня Мелешкин, Сашка Манихин и еще какой-то парень. То есть этих троих я знал, приходит какой-то парень в низкие шорты, у него какая-то оборотка. И такой наглый, что-то всем все время высказывает, говорит. Мы думаем, кто такое, понятия никто не имеет. Ну, как бы Саша зовут, Саша и Саша. Мы выходим из зала, он садится в Гранд Чироки, просто надевает очки и уезжает. Кто такой? Проходит, наверное, неделя. Она говорит, так это Александр Сергеевич Белов, это сын Сергея Саныча. Я говорю, ну, ладно. И, ну, вот, познакомились так, на баскетболе. Начали, просто поиграли. Потом у нас с ним случился конфликт, мы с ним подрались на тренировке. Потом опять на тренировку он заходит, я со всеми здоровый, все в раздевалке сидят. И на него такой смотрю, он улыбается, такой, да ладно, братан, что ты как бы... Кто старая помянет, тому вроде как глаз вон. Он стал меня домой подвозить, каким-то образом там с мамой познакомился с моей. Он был очень такой начитанный, эрудированный. Мы с ним очень много про историю разговаривали. Он знал историю кино. Ну, просто он там всех актеров советских, российских. Я не говорю уже про американских. У него уже как-то мама связана. У него мама работала на Мосфильме всю свою жизнь, там больше сорока лет. И как-то раз в диалоге с ним мы смотрели, я не помню какой фильм. И Никита Михалков в одном из своих фильмов снимал сам себя. И мы что-то начали говорить о Михалкове. И я говорю, мне, честно говоря, не очень нравится его творчество. И Саша такой, да тебе может нравится, может не нравится. Но вряд ли ты когда-нибудь сможешь похвастаться тем, что Никита Михалков, когда тебе два года, усыплял тебя. Но самая интересная история. Когда я жил уже у него в Москве, первый год, когда я переехал работать в ССК, я жил у него весь год. И мама к нему приезжала. И у нас, значит, было 13 января, Старый Новый Год. И мама приготовила 13 салатов, 13 закусок самых разных. И вот мы сидим. И всегда, когда мы встречались, мы смотрели какие-то фильмы советские. И мама рассказывала про всех актеров, кто там где что снимался. И очень интересная история была. Мы сидели смотреть «Приключения итальянцев в России». И уже смотрим, сидим, фильм на той стадии, что лев уже бежит за ребятами. Они его уже откопали. И мама рассказывает. «Антон, ты знаешь, что это я ездила в Баку за этим львом?» Я лично летала договариваться и привезла его потом в Москву на съемки. Ну а с Саней, он когда играл в Перми, я жил с мамой, а он жил отдельно. Я большинство времени, я домой ездил только переодеться. То есть я жил постоянно у него. Мы ездили тренироваться, ездили еще не важно куда. Мы ездили, мы жили своей молодой классной жизнью. Поэтому мы отдыхали, общались. Много историй рассказывал разных про американцев. Там, когда споры в раздевалке в Уралгрейсе заходили, кто где против кого играл. Я помню, Саня встает в раздевалке. Ой, хватит рассказывать. Я против Куби Брайанта играл в школе. Они-то с одного штата были и пересекались. Ну и потом, да, потом он, к сожалению, заболел. Но и случилось так, что о болезни-то его узнали мы уже тогда, когда уже прям тяжело было. То есть мы начали уже... Там доходило до того, что друзей много всяких. И говорили, вообще никакие деньги не помогут, да сколько угодно. Но уже было, к сожалению, слишком поздно. И да, никого не пускали в больницу. Я все равно пробился, приехал. И получилось так, что я приехал с ним посидеть. Он уже сидел такой в инвалидном кресле, уже худой весь. И его повезли в хостел. И его посадили в эту, в какую-то специальную машину. И мы ехали... Катя, его девушка. Мы ехали с ней, везли, ехали за ним. А он, получается, в какой-то момент машина останавливается. Мы остановились за ней. И он такой, я, говорит, здесь не поеду. Можно я к вам в машину пересяду? А он уже ходить не мог. И они к нему раз вроде такие, нет, он говорит, нет, не надо. Говорит, помоги мне. Я его на руки вот так взял, в машину посадил. Мы его увезли. Ну и там, через какое-то время, 3 декабря, его не стало. Это какой год уже, получается, будет. Вот. Потом он приходил ко мне во сне. И в каком-то большом, в таком ангаре, в кресле, столик у него. Много-много книг. Он в своей рубашке, в такой длинной, у него такие рубашки были, клетчатые. Много их, по-моему, этой рубашки, и такое все нормально, пацаны. Так что, да, это, наверное, для меня это одно из таких самых тяжелых потрясений в жизни было. Что касается движения вверх, звонит Саня. Слушай, у тебя есть телефон там того, того, третьего, пятого? Я говорю, у кого-то есть, чьи-то телефона могу найти, а что такое оно такое? Ну, я, говорит, в кино снимаюсь. И снимаюсь, и я, говорит, главный по постановкам баскетбольных сцен. Я говорю, да не вопрос. Значит, нашел ему каких-то людей. Я говорю, про тебя-то забыл. Ты, говорит, не хочешь сам приехать? У нас, говорит, есть там момент, где ты... Я говорю, конечно, с удовольствием. Я играл сербского баскетболиста, который плюет в спину. Но этот момент, это... Такой момент был смешной, его, к сожалению, вырезали. Я пытался его этот момент найти хотя бы, но мне сказали, что нельзя. Их просто, ну, не могут просто так отдать. Мне сделали усы, да, и мы приехали. И каково было мое удивление, когда я приехал как-то с тренировки вечером. И захожу, слышу, ну, много-много голосов. Открываю дверь, захожу на кухню. И там сидит, ну, человек 15 актеров. Сидит Мегердищев, Антон, главный режиссер. Сидит там оператор и все вот эти ребята. И девушка на меня такая смотрит. Здравствуйте, а я, говорит, вас где-то видела. И Мегердищев-то меня узнал. Да к этому, говорит, плевал. И вот они сидят, и я с ними за столом, а с Мегердищевой сел, там, тортиком отрезал. Он мне водички там подливал, сок, компот. Было круто. А ты в кинотеатре говорил, вот, смотри, смотрите, вон я. Было бы, бывало. Я и сейчас говорю, обязательно, вот, я побежал, вот, я прыгал, вот, смотрите, вон. Самое интересное, ну, интересный вообще опыт, как это все выглядит, как они все пересаживают, какая там работа идет. На самом деле очень круто. Учился я не очень хорошо в школе. И вызывали родителей, давали грамоты родителям. Там, за отличные знания математики, там, за отличные, там, что-то еще. Каждому родителю выдавали свою отдельную грамоту. И моей маме выдали за отличное воспитание сына и хорошие актерские способности. То есть нам не то, что математик какой-то химии понимает, а просто, ну, вот, спасибо, что вот это. Нет, просто ты же еще, расскажи, ты же всегда участвуешь во всех постановках, связанных с китболом. Мы всегда тебя снимали с Коляном, помнишь, мы тебя снимали? А это как-то, это я не знаю, это как-то само собой получалось. Как-то, да, почему-то люди приглашают. Возможно, то есть я никому же не навязываюсь сам, но люди звонят, просят, давай сделаем это, сделаем. То с Коляном тогда у нас вообще классно было. Мы на тот момент знакомы уже с ним были, мы же с одного района. Почему-то зовут, видимо, что-то есть. То есть это здесь и мне судить уже. Но, кстати, что касается посекундчиков, это видео набрало, по-моему, больше всех просмотров. Там что-то около 20 тысяч на тот момент. Следующее побило нас только бросок Би Джей Джонсон на 360 градусов. Но там реально момент поинтереснее, что касается баскетбола. Изначально, когда я приехал в Пермь, я же уже завелался спортом, 10-11-12 год. Я жил в Санкт-Петербурге, мы там с другом открыли агентство недвижимости, работали. Но в какой-то момент система дала сбой, не было совсем денег, и я решил вернуться в Пермь. Пошел устраиваться в спортшколу тренером. Ну, и думаю, дай-ка встречу с Александром Васильевичем Башминовым, задам вопрос, может, нужно. И вопрос задал, он говорит, слушай, у нас ни денег, ничего, говорит, вообще. Ну, как бы по нулям. То есть в этом году, ну, поесть дадим. Я говорю, ну, давайте. И все, есть. Ну, покушать, покормим, у нас ужин, обед. Ну, и ладно. А тогда, да, такая ситуация была, денег вообще не было. Мне сказали уже, что со следующего года, с 13-го, получается, какие-то деньги будут, мы тебе за полгода сразу заплатим. Я помню, что, да, там, в июне месяце или в июле, мне прям на карту пришла зарплата, там, за полгода. Я вот думаю, да ладно, прям деньги. У меня вообще, у меня голова затрислась. Мы достаточно неплохо отыграли сезон в высшей лиге. Вот. Команда вообще сарай была, там, Вася Бубайлов нас тащил, как этих. Там, по 20 очков у него в среднем было. Саша Винник, который там... Вообще никакущий. Я один раз на тренировке, я говорю, слышишь, длинный? Я говорю, что достал, говорю, где обратно в хоккей? Ну, и как бы в сердцах, для меня, для человека, это нормальная история, когда ты спорти давно. Чтобы это кто-то там, тебе есть с партнером по команде что-нибудь скажет, ты особо на это внимание не обращаешь. А Винник, тогда он только пришел в команду, по сути, он вообще не понимал. Это как больше, как какая-то мотивация для него, что вроде сейчас я поймаю мяч. Поймаю. Не то, что поймаю я его и сейчас. Вот. И он мне пишет, ты думаешь, не правда в хоккей вернуться обратно? Я ему слышу, ладно, я говорю, тебе пройдет время, ты, говорю, сам все поймешь. И с того времени этот персонаж, как он меня достал? Он каждое лето, а давай потренируемся сегодня, я говорю, ну давай, а давай в семь. Я говорю, лето, серьезно, давай хотя бы, может, в пол восьмого там. Он такой, давай в пол восьмого. Я говорю, длинный. Я говорю, я шучу. Но какие в семь, почему? Да пока солнышка нет там, сюда-сюда. Владимир Борисович Полуянов. Хе-хе-хе. Одна из моих любимых историй, когда у нас идет игра, но мы не можем забить. Ну все получается, комбинации там что-то проходит. Ну вот тут раз из-под кольца смазали, тут свободный бросок смазали. И Владимир Борисович в этот момент подрывается, бежит вдоль скамейки. Ну все, все хорошо делаете, хорошо играете, но не хватает соли с перцем. Это было гениально вообще. Что касается этих различных выездов. Мы полетели, я помню, в Иркутск играть и сидели в ресторане. Я жил в Башминово. Он туда тоже за нас бегал, играл. Ну и мы кушали, сидели вместе за столом. Я, значит, он уже поел, а я еще не доел чуть-чуть. Ну как бы там осталось буквально две ложки. Я пошел что-то взять, хлеба или еще что-то. А он уже чай в этот момент пил. Я прихожу, а он подумал, что я доел. И чайный пакетик уже мне в тарелку бросил. Я сажусь. Я говорю, ну если хотите, Александр Васильевич, можете бросать чайный пакетик в тарелку. Ну как давай себе катать. Он сидел, говорит, я думал, что все, уже ты вроде покушал там. А вечером я выхожу в гостинице. Из номера к парням пошел. И смотрю шишаков в тапочках. В шортах Урал Грейт. Старины какие-то там, футболки. Идет с дошираком. А кулер стоял в коридоре. И вот он идет. Я говорю, ты куда? Я говорю, я к парням. С дошираком. Вот Парма. Но дошираки. На этом все. Общаги эти. Воронеж же общага. Мы жили там 4 человека на основном. То есть все достаточно было очень скромно. Но на следующий год уже буквально за год, когда в суперлигу заявили 5 побед за сезон. Из 30 предпоследнее место. И как бы тяжело. Коля Жмака тогда из Заречного притащили. И Серега Чернов. И потом уже пришел Дейбовский, Буланов, Нелюбова взяли. И мы уже раз-раз-раз взяли и выиграли кубок. Перед кубком я знаю, что у тебя был серьезный конфликт со всей командой. Ты можешь об этом сказать? Был конфликт. Я в подробности не буду вдаваться. Но да, был конфликт. Случилось так, что как бы команда попросила меня об одной просьбе. Перед руководством. Я ее озвучил руководством. А потом в итоге руководство при всей команде. Даже не руководство, а тренерский штаб. При всей команде из меня сделали посмешище. И пацанов никто не встал, не сказал. Так это наша общая просьба. Чего вы его роди одного? Как бы бушить. И все. Я просто взял. Я позвонил Башминову. Я говорю, из команды ухожу. И Башминов говорит, заканчивай. Говорит, рендой заниматься. Все нормально. Говорит. Ты нормальный парень. Говорит, но ситуации разные бывают. Что ты, говорит, истерики устраиваешь здесь? Ну да. Ну да. По шапке дал бы подошел. И все. И это продолжалось больше месяца. Я заходил в раздевалку. И тишина. Мне потом это надоело. И я с тренировки вышел. И пришел в группу. Я говорю, там-то, там-то. Кто хочет, приезжайте. Мы посидели с парнями, пообщались. Там в раздевалке все со всеми как бы обсудили. И через полтора месяца выигрывали кубок. Может это надо было? Но это нужно было. Все не просто так. Нам нужно было сплотиться. Мы сплотились таким вот образом. В начале четвертой четверти у нас уже плюс 27 было. Мы уже понимали, что все. Все. И уже Зенит. Уже убрали Головина. Уже они сами не верят ни во что. И у нас уже, ну у нас все получается. У нас просто все полетело. Я помню момент, что мы, похвастаюсь чуть-чуть, заканчивается половина. Мы ведем 13 или 14 очков. И мы такие на взводе. И я подхожу к Шакову и говорю, Вячеслав Владимирович, они сейчас в зону встанут. 100%. Они, говорю, так, Сахалину убрали. Им нужно что-то менять. И они по-любому поменяют. Давайте проговорим еще, что мы должны делать. И он такой, да, да, точно. И он заходит в раздевалку. Парни, мне тут птичка на хвосте донесла, что будет зола. И такой, Антон Катайев сказал, что будет зола. Вот. Просто сел свисток финальный. Мы выбежали. Я помню охрана. Болельщики дернулись вроде как все на площадку. Охранники начали их останавливать. И мы с парнями охранником, да не надо, пускай заходят. Давайте все сюда, давайте беситься, давайте орать. Я шел в раздевалку и думаю, ну сейчас мы там устроим. Я уже представляю себе, как мы там все шампанским обливаемся. Все у нас, все вообще там, думаю, вся делегация, короче говоря, просто сейчас вся раздевалка будет залита. Там бедные потом уборщицы. Я захожу в раздевалку последней. Стоят две бутылочки Абрау Дерсо. Я говорю, так, пацаны, одной все равно надо пообливаться. Ну хоть как-то. Ну а вторую в кубок нальем, поглоточки сделаем. Вроде как все-таки традиции. И мы тоже вроде не зря столько пахали, целых 4 года к этому шли, там умирали. Ну давай. Вячеслав Вадимович зашел в раздевалку и такой, а мы шампанскую открываем. Он такой, так, подождите, я переоденусь, у меня единственный костюм. В итоге все сложилось наилучшим образом и сейчас из того состава. Я могу позвонить напрямую, там о чем-то поговорить и любой просьбе попросить. У нас прекрасные отношения со всеми. Мы обязательно находим какой-то один из вечеров и проводим время вместе. Вспоминаем, смеемся уже. Мы познакомились с женой в Москве. Нам сшили в руне новые костюмы. Ну и попросили выложить их в запрещенных социальных сетях. И пишет девушка, вам очень идет костюм. Я на тот момент уже был очень сильно давно одинок и очень сильно старел. Ну и все, я предложил ей сходить в ресторан. Мы посидели в ресторане и все, и начали общаться. Через полгода я сделал ей предложение. Еще через полгода примерно мы женились. И была интересная история, когда мне позвонил Серега Чернов. И говорит, что женился, как же так. Мы никто даже не знали, что у тебя девушка есть. Ну и я говорю, ну да, познакомились в Москве. И у нас с ней 14 лет разница. И он удивлен, смеется и говорит, ей что, уже 53? Ну и потом, 23 февраля, родилась дочка. Начал понимать это и испытывать какие-то особенные эмоции. Не сразу. Может быть даже через месяц, через полтора. Нам повезло еще, что у нас очень спокойный ребенок, как вы можете видеть. Она спит, ест, погуляет. По прошествии где-то полугода, наверное, после ее рождения, друзья задавали мне вопросы. Ну что, бессонные ночи? Не знаю. Ну, проснется она один раз, просто покушать ночью и дальше спит. Она, не знаю, в кого-то из нас, наверное, такая спокойная, миротворенная. Скорее всего, в жену. Ну, честно говоря, не могу сказать, что у меня как-то кардинально что-то изменилось. То есть, в плане общения там с друзьями, с какими-то близкими, у меня жена максимально адекватная. И совершенно спокойно меня может отпустить куда-то и погулять, и даже к кому-то уехать. Ну, вот я заметил, у нас очень длительные выезды в этом году были. И понимаешь, что хочется домой, ну, вот прям приехать. Потом, когда она начала говорить первые вот эти вот па, махать, вот так вот махать. А я помню, Серега Жармухамедов был у нас в гостях. Вот, и Нюся только научилась вот пока делать вот так вот рукой. Ну, а Сергей Лжанович все знают, это скаут. Ну, и у него такая, как профессиональная что ли, болезнь. Она ему па, па, пока. А он говорит, о, Five Flash заказывает. Там комбинация бегает, там уже 90% игр наших домашних жена с дочкой посещала. Ей нравится с мячами возиться. Но я думаю, это не потому, что у нее что-то наследственное. Я думаю, многим детям нравится возиться с мячами. Мячик особенно разноцветный. Он крутится, падает, катится, отскакивает там от пола и им всем нравится. Как и у твоей жизни труднее, чем остальные благим профессиям? Не забыть жена баскетболиста. Ей трудно моей женой быть. Скорее, здесь уже смысл не в том, занимаюсь я баскетболом или нет. Во-первых, разница в возрасте достаточно внушительная. Во-вторых, я человек такой достаточно эгоистичный и не особо внимательный к каким-то мелочам, которые любят девушки. Короче говоря, в нашей семье большинство ссор это из-за меня. Антон меня зовут. Здорово, Паша. Активнее, Паша. Играй, играй, играй. Жди. Идиот пошли плохо. Возвращение сюда – это что-то, конечно, особенное. Чуть поближе. Но твоя задача – ты на вытянутой руке, но он спокойный мяч выносит. Играй, 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 играй. Шорт-ролл, переводи. Много пережито было здесь. И эти общаги. Было много разных историй. Как говорится, мы как в семье это все создавалось. Где-то и ругались. Ну, как в семье, и поругаться, и посуду побить. Это все было же у нас. Казар, надо бежать. Справа есть. Можно. Хороший. Пойдем, пойдем. И с Шишаковым как мы ругались, и как сейчас. Сейчас, зато мы все время смеемся, вспоминаем какие-то моменты. Они обходятся, пожалуй, ни одной нашей встречи, когда мы обсуждаем кого-нибудь из баскетболистов. И он такой, ну, это вообще там мир пущий, вообще как Катаев у меня был, как я с ним мучился. Он обязательно Вячеслав Вадимович там что-нибудь скажет. У нас, у нас, быстро. Все, сам. Хорошо. Передача. Пойдем. Честно, это как-то немного по-другому ощущается, в том плане, что раньше, в большей степени, в любую из команд, когда я приезжал, я понимал, что я еду, зарабатываю деньги. Но и здесь, конечно, ответственность такая, что люди же живут, знают. Кремль, дождись, он ближе подойдет. И на спринте сделай, заслон поставь. Пусть ближе подойдет. Егор не послушает. Когда у нас была серия из восьми поражений подряд, я не знал, куда себя деть уже, ходил дома, у меня не было настроения, я не знал, что новое придумать. И пацанов настраивал, слава богу, что команда в этом году мне досталась нормально, адекватно, и они, конечно, помогли. Давай, один, один, решай. Пойдет, пойдет. Хорошо. Браво. Браво, 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 браво. Хорошо. Хорош, Левка. Что, ты живой? Здесь уже действительно могу сказать, что играешь, ну, играешь, я про себя говорю, все еще играю, играешь как за город, за людей все равно. Когда я с тобой познакомился, мы с тобой ехали в машине, играла композиция Prodigy, Diesel Power. Ты узнал наизусть, меня это вообще поразит. Как вот у тебя вообще с музыкальным вкусом станет? С музыкальным вкусом у меня все нормально. Я отношусь к категории людей, которым нравится совершенно разнообразная музыка. Но если говорить именно о моих любимых командах, все началось с Prodigy, да, это смесь рока, панк-рок, какого-то электронной музыки и всего. То есть я, конечно, группу Prodigy знал наизусть практически, да, все песни. Я и сейчас помню. Да, то есть Diesel Power я могу до сих пор зачитать наизусть, для меня это вообще не проблема. Потом я как-то переключился больше в сторону электронной музыки. Познакомился друг, у меня есть Марат Кочикбаев. И он, значит, рассказал мне и показал мне, что такое Drum and Bass. Он мне рассказал, что такое техно-музыка, как она и в чем их отличия. Потом я познакомился с Владимиром Басковым, который мне рассказал о Deep House. С Саней Беловым мы слушали Pantero, Megadeth, System of a Down, он редко Metallica. Но Metallica 80-х годов, хотя я помню, был и молд. И постепенно вообще увлекся и диджеингом, и даже чуть-чуть научился играть. Даже пару-пару там сетов было у меня. Поэтому музыка — это очень важно. Я очень люблю музыку. Что не получилось у меня в баскетбольной карьере? Что бы я сейчас хотел исправить, да, например, если вернуться назад? Скорее всего нужно было разделять площадку и жизнь. Зашел на тренировку, дерешься, бьешься. Вышел с тренировки, обнялись, пошли поедем. Те, кто так себя ведут, те и добиваются. А в остальном мне там Дима вдруг рассказывает. Ну вот у меня семья, дети, вот машина в кредите, квартира в апотеке. Вот я езжу. Вот я вот сюда приехал, там приехал, детей из садика забрал. Я, говорит, тебя послушаю. Тебе, говорит, столько друзей. Ты в каждом городе можешь всегда у кого-то остановиться, переночевать. Настолько яркая, насыщенная жизнь. Да, есть люди, у которых намного все ярче и красивее. Но гораздо больше людей, у которых все скромнее. Ты же, говорит, даже кубок России выиграл. Никто из твоего окружения даже кандидатом мастера спорта не стал. Ни по плаванию, ни по теннису, хотя мы там тоже по 15 лет этой ракеткой машем. Но сейчас, конечно, хочется максимум выжить по тренерской карьере. Мне еще повезло с командой в этом году. Как говорится, как братья идем одной дорогой. Они зайти и посоветоваться ко мне могут. Не может быть тренер, у меня проблемы в жизни, можно поговорить. Самое главное не опускать руки, а то в бороду пропустишь. Это вот есть такое выражение, оно мне нравится. Как мама у меня любит говорить. Не падай духом, падай брюхом. Упал, встал, пошел дальше. Пермским болельщикам я хочу пожелать вот так же собраться на машину. Чтоб весь город, чтоб вся страна знала, чтоб гудели, чтоб аэропорт все рейсы задержали. Потому что не протолкнулся, чтоб стояли эти барабаны и орали, чтоб Парма чемпион. Все Парма чемпионы. Основная команда молодежная, команда дюбл, все возраста. Ну и конечно же хочется, чтобы больше Пермских ребят росло, добивалось результат. Но им повезло, я в Перми, все будет нормально, парни.